МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здесь настолько тихо, что слышится жужжание пчел и колыхание травы. Ветер хоть и бывает, но не так часто и не очень сильный. Не зря же много лет назад ее назвали долиной безветрия. Мы же знаем это местечко по имени Пшада. Село Пшада находится между Геленджиком и Архипаосиповкой, в 148 километрах от Краснодара. Это очень живописное место. Оно окружено со всех сторон горами. Климат мягкий, природных достопримечательностей вокруг Пшады так много, что их невозможно осмотреть за один день. Эти места получили широкую известность благодаря древним мегалитам или дольменам. Село небольшое, в нем около трех тысяч населения. Никаких заводов и фабрик, поэтому воздух чистый, горный. Местные жители в основном занимаются садоводством и пчеловодством. А садов в округе немало. Выращивают яблоки, орех, фундук и сладкие ароматные персики. Ведь недаром Пшады еще и называют персиковым раем. И это факт, а не легенда. Друзья, а что же с туристами? Есть, конечно, базы отдыха, частные дома, но их не так много, как в соседних прибрежных селах и поселках. К примеру, в Кренице и Бете. Они входят в состав Пшадского внутригородского округа Геленджика. Там уж вы точно найдете, где остановиться. И, конечно, сможете искупаться в водах Черного моря и посетить всякие интересности. Миша, мы с тобой находимся на великолепном месте. Это у нас, в первую очередь, Обзорная гора, во вторую – Пастуший обрыв. Ну, наверное, Пастуший по-историческому правильно. Но, Пастуший, никто не знает, а знает, как Обзорная. Ну, такая смотровая площадка. Смотровая площадка, наверное, главная. С одной стороны Архипа-Осиповка, с другой стороны Бета. И здесь часто проходят съемки. Ну, и мы тут оказались тоже, наверное, не случайно. Не просто так. Да. Потому что все-таки наслышан я об этом местечке. Почему? Потому что даже везде пишут, обязательно нужно ее посетить. Для чего? Для того, чтобы насладиться вот таким прекрасным видом. К сожалению, сейчас нам немножко солнце мешает. Оно, так скажем, еще пока не в зените, но все равно. Вот идут блики, да? Но, когда оно пойдет уже на запад, и когда будет лучами бить в ту сторону, ребята, наверное, наверное... Наверное, красота. Видно правый мыс Архипа-Осиповки, гора Гебиус. Видно Топсы в хорошую погоду. Даже Дагомыс. Топсинский мыс видно очень хорошо. И Дагомыс. Ясную погоду. Ну, почему так, Ань? Ну, не повезло. Надо было все-таки вечером, да? Ну, дымка. Да, ночью, ночью, ночью. Фонари горят. Красиво. Звезды. И звезды падают в ладошку раскрытую. Слушайте, 7 километров от беты пешим ходом. Ну, если есть, конечно, у вас машина высокой проходимости, конечно, вам круто повезет. И вы приедете сюда. Ну, идти, конечно, сложновато. Но, с другой стороны, чай под звездами, хотя бы с термосом и с сыром, вообще шикарно. Кстати, Миш, ты в курсе, что хозяин этого места, самый первый хозяин, первопоселенец, Горин Иван Сергеевич, здесь держал более тысячи овец и коз и делал вкусный сыр. Миша. Вот не зря. Да, да. Хотел спросить, Наташ, ну, я понимаю, мы на природе. Устали. Перекусить надо. Перекусить. Да. Козий? Козий. Козий. Ну, это не его, а что он здесь, где он жил? Держал внизу, дом был внизу. Это называлась площадка Верхняя Гурова. Ну, закралась, правильно, фамилия Гури, но переделали Гурова. Так что у нас это... Какая разница. Да, надо сыр. Когда у нас... Пробуем сыр, да, вкусный сыр. На фоне, на таком красивом фоне. Да, у нас вкусный сыр. Кстати, говорили, что он сыр даже в Екатеринодар поставлял. Ну, вот история остается загадкой, но подтвердить не можем, но мы надеемся. Наташа, пусть это будет вашей традицией, как у местных, так и у приезжих, приходя сюда, приезжая на эту смотровую площадку, брать с собой кусочек сыра любого. Любого. Ну, так скажем, в дань памяти, в дань истории. Уважение, уважение истории, да, в наших местах, да, это точно. Кстати, наблюдаю, уже несколько человек, туристов прошли. А здесь? Ой, подождите, подождите, можно вас? Бегом, бегом, догоняй, догоняй, догоняй. Да подождите, какой догонять. Тут же главное не застрять же. О, все нормально. Так, подождите секунду. Да. Вы откуда говорите? Из Москвы. Из Москвы. А здесь-то чего? На отдых просто? На отдых, ну, мы знаем эти места, и мы специально сюда карабкаемся. Ну, это же, это же тяжело, это долго. Тем более по жаркой погоде. А у нас есть куда идти, мы идем в определенное место. Я так понимаю, я так понимаю, вы здесь не впервые? Нет, не впервые. А вот самое-самое любимое ваше место, и вот куда бы вы, ну, порекомендовали что-либо? Вообще здесь? Да, вот в окрестностях. Ну, в окрестностях, ну, здесь очень красиво, там ущелье контрабандистов, там спуститься к морю, но сейчас очень трудно. Но мы попробуем. А вот здесь-то вид какой чудесный. Замечательный. Ну что, Москве привет. Спасибо. Приезжайте к нам, Краснодарский край всегда ждет и рад видеть туристов. Спасибо, обязательно, такое море. Путар Бетта – лучшее место на земле, проверено. Мы были во многих местах, сходили Крым, Краснодарский край, где мы только не были. Но Бетта, ну, нам, по всякому случаю, нам с Танечкой нравится больше всего. Здесь как-то уютно, здесь спокойно, здесь природа. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Но это для опытных туристов. Поднимаюсь к скале Соколова. Соколова маршрут проходит по такой, ну, достаточно нормальной дороге, прямо из села Пшада. Само местечко и окрестности Пшады, они очень богаты природными достопримечательностями. Вот. Прекрасно идется. И смотрю, тоже очень много людей, которые вот именно вместе, ну, так скажем, вместе с нами поднимаются на вершину. Ой, друзья, это только, честно говоря, Наталья может придумать. Забраться на самую высоту, мы легких путей не ищем. Вот она, долина безветрия. Миш, отдыши, смотри, какая ступенечка. Временем, людьми, все сделано для отдыха. Созерцание красоты, Миш, согласись. Все. Сейчас присяду и соглашусь, наверное. Да, а теперь душа отдыхает, любуемся Пшады. Посмотри, какая красота. Вся долина перед тобой. Долина, по которой стелится туман. И еще есть перевод, который в переводе с одного из наречий гласит «лощинная долина». То есть есть орех, лещина, но у нас переделали, сказали «лощинная долина». То есть века много лесного ореха растет. Ну, даже вот такой вот перевод. Наташа, мы сейчас с тобой на таком знаменитом для Пшады местечке скала Соколова. Соколова. Почему? В честь кого? Одни считают, по одной из версий, что это место названо в честь генерала Соколова, героя Кавказской войны. Позже он отправился уже служить дальше. Поселок Ольгинка, Топсинский район, там. А другие говорят, что в честь первопоселенца Соколова. Ну, пока краеведы у нас ищут, кто же прав, кто виноват. А третий вариант, это когда спускаешься вниз, у нас же тут альпинисты занимаются, там выветривание такое красивое, похоже на сыр. Опять сыр. Сырная скала. Вот и определись, какое тебе название подушинишь. Сюда именно приходят, ну, помимо туристов, настоящие профессиональные спортсмены. Постоянно, каждый год, весной и осенью, проходят спортивное ориентирование. Плюс в межсезонье занимаются дети из спортивных секций альпинизма, приезжают сюда тоже на занятия. Сейчас сказали, что это самое удобное. И Пшада у нас продолжает развиваться как курорт. А дольмены хочешь посмотреть? Дольмены. Здесь еще и дольмены есть, Миша. Кстати, да. Долина дольменов. И не одна, официально, три деревни дольменов. Когда я поднималась, нашла каменевшую раковинку. Когда-то на дне океана Тетис, вот были такие животные, раковинки. И находилась Пшада. Ну, можно сказать, что да, сейчас нынешняя Пшада. Так что туристам, которые приезжают сюда на отдых, одного дня мало. Нужно с ночевкой, чтобы все внимательно посмотреть, изучить и дольмены, и водопады. И познакомиться в новом варианте со старыми советскими маршрутами, которые когда-то были здесь. Вот. И которые, в общем-то, уже... Начинают по новой возрождаться. Это здорово. Это правда. Наш родной советский, российский туризм. Можно даже смело так сказать. Это здорово и правда. Если кто любит историю, почитайте их. Действительно было маршрутов несчетное количество и ходили из Краснодара. От Краснодара партизанскими тропами к Черному морю. Действительно было маршрутов несчетное количество и ходили из Краснодара партизанскими тропами к Черному морю. Как уже раньше говорили, в Шаду едут для того, чтобы вживую увидеть, ну и, конечно же, прикоснуться к дольменам. Я сейчас в так называемой деревне дольменов в трех километрах от села. На не очень большой территории их здесь около 12. Вижу очень много туристов. Кстати, приезжают сюда организованными группами, потому что не только сюда едут, но еще в некоторые места неподалеку. Их же здесь огромное-огромное количество. А мы подъезжаем к бывшему кутору «Холодный родник» для того, чтобы увидеть многовековой дуб. По одной из легенд, это дерево обладает магической силой, и в нем поселился древний дуб гор и лесов. По разным источникам возраст дуба – 300 до 700 лет. Ну, друзья, в горах нужно быть готовыми ко всему. Там светило солнце, было очень жарко. Добрались мы до вот этого дуба. Я даже не знаю, сколько ему лет. И чтобы обхватить, нужно, ну, человек 5-6 точно. Это такое вот местечко, где раньше жили люди. Назывался хутор «Холодный ручей». Вот здесь остались небольшие фрагменты школы. И сам, конечно же, этот «Холодный ручей». Сюда люди приезжают для чего? Для того, чтобы вот именно здесь уединиться с природой. И, конечно, для того, чтобы сюда прийти, вам понадобится несколько часов. И, конечно же, остаться на несколько дней. Тогда вы увидите всю красоту нашей кавказской природы. Креница. Небольшое курортное село. Несмотря на размеры, здесь достаточно баз отдыха, гостиниц, мини-отелей. А морской пляж в Кренице длиннее, чем в соседней Бете. Поэтому с размещением на нем в пик сезона проблем не будет. А вот далее предлагаю отправиться в село Береговое. Туда люди едут за духовным обогащением. Сейчас мы в знаковом месте для нашего села Береговое. Буквально несколько метров от въезда в село. Это наш достопримечательность, это родник. Такое, можно сказать, намоленное место, где можно отдохнуть не только телом, но и духовно обогатиться, отдохнуть душой. Даже просто придя сюда посидеть на лавочке, ты почувствуешь какой-то прилив сил. Водичка здесь святая, освященная нашим батюшком, отцом Флегантом. Здесь можно ее налить, попить, умыться. Ходят поверье, что она лечебная, целебная. И, конечно, мало того, она очень вкусная по вкусу особенная. Ну, раз мы с тобой в таком действительно знаковом, как ты сказала, местечке, то у него наверняка есть название. Это же не просто родник и все. Ну, вообще, существует определенная история этого места. Оно существовало еще до революции. И в те времена люди сюда ходили. Это было для села тоже определенной важности место. Здесь был вот этот родник. Потом, после революции, родник забросили. Но во времена, когда совхоз здесь как бы действовал... Ну, в советское время, да? Да, в советские времена был бригадир Федор Борисович Борчак. И они этот родничок приводили в порядок со своей бригадой, чистили. И даже назвался он одновременно Борчаковский стан. Но, наверное, кто приезжает сюда, ну, такое название редко слышат. В основном все знают, просто мы называем родник. Пойдемте на родник. Вот, а там на роднике. То есть у нас это вот такое место родник. И спасибо отцу Флеганту, что он для наших людей, для православных в нашем береговом селе осветил это место. Поэтому оно теперь определенно знаковым стало. Не будем. Не будем обижать. Ну, вы что? Вы-то, конечно, для вас, для местных жителей. Но я, насколько знаю, это местечко уже настолько стало популярным среди туристов, среди приезжающих. Особенно людей, которые, ну, вот, любят такие места, да? Которые хотят побывать тоже, побыть наедине. Да. Потому что вода, как говорим мы, проводник, да, может быть, общается с ним. И, да, действительно, буквально между Креницей и береговым. Береговым, да. Ну, можно сказать, за береговое село в сторону Креницы. С правой стороны, ну, буквально в паре шагах. Ну, если еще окунуться там, вот, немножко дальше в купеле, то вообще, наверное, люди на всю жизнь запомнят этот момент. Я бы на вашем месте взяла ковшичек, да, и попробовала обязательно водичку. Вот я вам даже сейчас буду завидовать, потому что, когда это делаешь в первый раз, это вообще здорово. А, да? Да. Ой, помогите мне встать. Да. Так. Вот и спортом позанимались. Ну, загадываю желание. Ой, какая она просто. Бархатная водичка, попробуйте даже на вкус. Это не из-под крана. Здравствуйте. 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 Как зовут? Ой, можно к вам сюда. Меня зовут Лиля. Лиля, а я вам завидую, Лиля. Не завидуйте. Я только лицо, видите, умыл, а вы, видимо, собираетесь, да, окунуться. Да, вы тоже можете попробовать. Это здорово. Да? Холодное? Очень холодное. Спасибо вам огромное. Вот правда. От души для здоровья. Вообще, когда утром по прогулке до источника, очень хочется оконуться в источнике. Поэтому это наше любимое место. А вы откуда? Здесь мы. Мы из Астрахани. Класс. Да, так тоже бывает. Но у вас там водоемы теплые. Теплые, да. У нас в Тельте все очень тепло. А у нас здесь, видите, все для вас. Есть и холодные ручьи, и водоемы, и купели, да? Есть и теплые. Кому налить, ребят? Да не убегайте вы от меня. Я просто хочу вас напоить. Будешь, Ярослав? Вода как вода. Не знаю, мне вкусно. Выключаются камеры. Оль, мы правда с тобой сегодня попали в сказочный лес. Такой дикий, вдали от цивилизации. Как я вам завидую! Как водичка? Хорошая. Хорошая или холодная, да? Холодная, да. Ну что, после вани сразу. Самое то. Городским людям больше для счастья ничего не надо. Приехать в лес и отдохнуть. Сходить на водопады, попариться в баньки. При желании вместе с местным населением покачать мед с пасеки. Ой, да. Покушать блинов. Короче говоря, отдохнуть. Да. Вот что касается, мне все постоянно говорили, Миша, расскажи про водопад. Про водопад. Ну что это я буду рассказывать? Ты ж местная. До нашего водопада не так далеко идти. Всего лишь минут 40 спокойным шагом. Это небольшой водопад. Метров, наверное, 10-12 в высоту. Водичка там хоть есть? Водичка есть, да. Водичка есть там круглый год. Даже вот в такое лето, как было в этом году, супер засушливая водичка все равно там есть. В зимний период, конечно, воды очень много. Это очень красивое место, куда приезжают тысячи, не побоюсь этого слова, туристов. В эти края стоит приезжать, я думаю, наверное, в любое время. Вне зависимости от времени года, здесь всегда волшебная атмосфера. Здесь всегда красиво. Каждый здесь найдет, я думаю, что-то особенное для себя. Всегда что-то. Кому-то нужен спокойный, тихий, размеренный отдых. Кому-то нужен экстрим, то есть какие-то горы, поездки. А кому-то нужно, вот как мы здесь, в таком шикарном месте. И самое главное, что все это вкупе есть в одном месте под названием Пшада. Ну, или Пшадский округ города-курорта Еленджей. Пшада, что чем у нас славится? Персиками. Это же персиковый рай, действительно. Ну, а теперь я понимаю, наверное, еще и шарлотками. Ой, Ольга, я уже чувствую запах этого прекрасного сладкого фрукта. Ммм, какой он красивый. А еще героиня красивая, правда? Вы красивый, как этот персик. Здравствуйте. Здравствуйте. Что мы будем, вот сказали, шарлотка по-пшадски? Шарлотка по-пшадски это шарлотка с персиками, с нашими местными. Мы готовим из них компоты, варенье, но самое вкусное это шарлотка. Слушайте, подождите, но если у вас их просто тысячи деревьев, и в каждом подворье они растут, ну, куда их делали? Ну, наелись, правда? А зима у нас... Продали. Да, молодцы. Ну, и, конечно же, оставляем заготовки на зиму. И потом угощаем у таких, как я. Да. Правильно? Самое главное, это простое или сложное блюдо? Это самое простое, быстрое блюдо, которое буквально готовится за полчаса. Ну, давайте, что нам понадобится? Для этого понадобится 3 яичка, стакан муки, стакан сахара, 3 столовые ложки майонеза, щепотка соли и главный ингредиент персик. Порезать дольками, обмазать формочку маслицем, либо фольгу, выложить красивенько веерочком персички и все это залить нашим готовым тестом. Вот, ну что, как говорится, мы молодцы. С пылу жару. Пирог, шаткая шарлотка. Ну что, попробуем? Попробуем. Михаил? Попробуем. Готовили-то чуть-чуть вместе. Знаете, чего не хватает? Чего? Чего? Его в пакетике. И я домой поехал. Так, заберу. Спокойный отдых может быть только в горах и у реки. А еще в таком местечке, как Пшада, богатой природой и историческими достопримечательностями. И кто побывал здесь однажды, обязательно сюда вернется вновь. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры создавал DimaTorzok